Доброе утро! Мы уже проснулись, позавтракали, собираемся. Денис собирается на работу, Ксюша уже в школу ушла, у нас на солнышке плюс 24, в тенечке плюс 18. Знаете, на улице, на улице уже чувствуется, что сегодня будет тепло. Хоть сегодня и обещают плюс 21, но на улице пахнет жарой. Знаете? Чувствуете? Да, и завтра плюс 23, а в пятницу плюс 24. Просто вчера, вчера утром мы с Денисом мерзли. Вчера утром была одна погода, а после обеда наступило просто настоящее лето. Я потом переодела уже платье и я даже не замерзла, выйдя на улицу. Так что я надеюсь, что сегодня, сегодня тоже будет также даже теплее. Я на это очень сильно надеюсь, потому что хочется очень и очень тепла. Все, сейчас провожу Дениса на работу и отведу Богдана в школу. По планам у нас, у меня сегодня навести, нет, не навести порядок, приготовить поесть. Хочу сделать куриный супчик и плов и постирать бельишко, так как хорошая погода, дождя нет. У соседа, наверное, уже стройка закончилась. Пылить они уже не будут, даже если они и приедут, то пыли не будет и можно вывесить бельишко на улицу. Так что вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Все, мы с Богданом собираемся. Кстати, к Богдану ночью приходила зубная фея. Да? Да. Кстати, там где зуб у него стоял молочный и вылез новый коренной, тот и выпал. Если видно. Ну, да, все увидели твой зуб. Да. Так что мы собираемся, я не знаю, как там замерзну я или нет, но надела с длинным рукавом с утра, а там уже по ситуации. Все, мы оделись. Сколько время? Что-то, наверное, рановато. Сейчас с тобой будем еще стоять целую кучу времени. Да, и Богдан растянул ногу и сегодня, не знаю, посмотрим, как будет. Может быть, пойдет на джиу-джитсу, может быть, нет. Но написали ему освобождение от спорта, так как болит нога. Я не знаю, это он, ты растянул, либо, может быть, у него растут ноги, так же, как и у Ксюши было, что она говорила, что у нее болят ноги, когда росли. Так что, но за Богданом такое никогда не замечалось. Просто мы тогда Ксюше начали давать магний. А что там магний? Витамин такой. А, магний. Магний, и тогда стало лучше. Так что так. Но он скачет, прыгает, бегает везде, так что я не удивлена, если он и растянул немножко. Так что так. Что у меня тут скрипит? Что у меня скрипит? Ничего. Так что, все, мы наслаждаемся хорошими деньками, хорошей погодой. Я уже поставила стирку первую. Так подозреваю, что она у меня сегодня не последняя. Хочу перестирать все полотенца, коврики, чтобы было еще свежее и уютнее. Тем более, летом, мне кажется, как-то все быстрее пачкается. То, что окна открыты, пыль летит, все летит. И да. Все, вы не переключайтесь. У меня сегодня такой максимально домашний влог. Мне нужно приготовить поесть, чтобы уже было порядок. Порядок я вчера навела, мне нужно постирать. Ну, и все. Никуда мне сегодня не нужно, никуда не нужно ехать. Мы вчера с Денисом все сделали. И потом только останется мне собрать. Собрать детей со школы. Так что, да, да. Как ягодки. Да, ягодки вы мои. Все. А ты что? А ты что? Поздоровайся со всеми. Скажи всем. Скажи всем привет. Скажи всем доброе утро. Мохнатый привет. Тебя уже глазки помыли, тебя уже причепурили. Вчера причесали. Я вам, кстати, вчера новую расческу купила. Расческа огонь. Да? Твою шерстину. Все. Учасывать. Ну ты мой сладкий. Мохнатый привет. Мохнатый вам привет. От пары. Так что, мы пошли в школу. Я уже дома. Я вернулась. Уже поставила супчик. Вон там у меня супчик. Сейчас пенку нужно будет собрать. И я уже почистила и порезала картошечку. Сейчас я себе сделаю второй кофеючек. И выпью второй кофе для бодрости духа. Все. Все в школе. Денис на работе. Так что, приготовлю обед и ужин одновременно. И может быть, что-нибудь испеку. Но это еще не точно. Смотря сколько у меня времени займет все это приготовить. Потому что я хотела сделать творожный сливовый пирог. Все. Творог у меня есть. Сливы я вчера купила. Посмотрела вчера тоже рецептик в интернете. И знаете, нашла очень хорошее. И, кстати, я купила уже готовое тесто. Чтобы не замешивать ничего, купила песочное тесто. Посмотрим, как оно себя поведет. Как получится выпечка. И как-то так. Как-то так. Все. Сейчас я занимаюсь супом. Потом я буду делать плов. А потом посмотрим, если у меня хватит времени и на пирог. Так что так. Все. Вы не переключайтесь. Оставайтесь со мной. Ну, все. Куриный супчик у меня почти готов. Сейчас он закипит. И я его выключу. Так что все. Я сейчас буду приступать к приготовлению плова. Я плов не готовила очень много времени. Потому что все время плов готовит Денис. Но так как Денис сегодня на работе. И мы договорились, что плов сделаю я. Я не помню, как он готовится. Но интуитивно буду готовить. Так что так. Надеюсь, будет вкусно. Впрочем, как и всегда. Да. Буду нарезать мяско. Вначале здесь приберу то, что я здесь наготовила. Накидала. После супа. Все. На часах 11 часов. Так что так. Не знаю. Как пойдет, так пойдет. Поскольку закончила, столько закончу. Не буду спешить с пирогом. Но думаю, что у меня получится. Без повода и без причины. Без повода и без причины. Без повода и без причины. Ведь многого не надо. Чтобы быть счастливой. Так что так. 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 Как пойдет. Как пойдет. Как пойдет. Как пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сегодня, а завтра я буду загорать в гардене. Так что нужно сделать все сегодня. Да, сегодня будет жарко, уже жарко. Вы даже чувствуете, что жарко. И настроение у меня прекрасное. Погода прекрасная. Вы прекрасные и я прекрасная. Так что так, у меня стирается уже какая-то там стирка по счету. На улице все быстро высыхает. Строителей у соседа нет. Слава, слава, слава. Вот. И да, начну готовить. Все. Сейчас уже без 20 час мне пришла посылка. И сейчас вместе с вами я ее и открою. Не переключайтесь. Знаете, я стала жертвой рекламы в ТикТоке. ТикТок? О, да, ТикТок. Мне очень мозолил глаза прям этот коллаген. 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 Он гидролизированный порошок. Коллаген. Без жира нет. Холестерола нет. И каких-то всяких там добавок, примочек, прибауток нету там. Так что все. Его нужно пить на голодный желудок перед завтраком с утра, просто разбавив водичкой с пептидами. не подходит для вегетарианцев и веганов. Размешать 13 грамм это примерно 2 столовые ложки в большом стакане с водой, чаем, либо кофем, соком. Или можно же добавить кашу, суп или смузи. Вот здесь вот написано. Так что давайте с вами понюхаем. Очень мне прям вообще ничем не пахнет. Вот такой беленький порошочек. Мозолил мне глаза, мозолил в тиктоке прям постоянно попадался мне в глаза. Вот здесь вот прям написано тикток шоу. И там была большая скидка. Я купила это за 10 фунтов. Там стоило 16 скидка сколько там 20 20 копейками стоит или 30 копейками. Там очень большие скидки 70 процентов. И с тем, что я первый раз покупала что-то с тиктока, там еще была скидка дополнительная. То есть стоила 16, купила за 10 доставка бесплатно. Вчера вечером заказала, сегодня уже пришло вообще огонь, быстро доставка. Так что буду пробовать и делиться с вами своими отзывами. Это не реклама, сама заплатила свои деньги, никто мне это не предлагал, просто я видела у некоторых тоже в тиктоке у блогеров пробуют, говорили, что нравится, классно. Я уже давно смотрела на коллаген, мне тоже недавно советовали другой коллаген, но попался мне именно вот этот на глаза и я решила его попробовать. Так что так говоря, там прям волосы колосятся, кожа сверкает изнутри, ногти быстро растут, но на ногти я, конечно, не жалуюсь, на волосы я тоже не жалуюсь. Вот мой плов, красавчик, почти готов. И я приступаю к приготовлению пирога. Все, смотрите, я в форму уже уложила тесто, это песочное тесто, купила в Лиду вот такое для выпечки, оторвала я, конечно, как варвар, вот такое я взяла. Оно уже раскатанное, уже готовое к использованию. Здесь я немножечко залепила тоже края, ну вот, чтобы было более-менее везде одинаковые бортики. Сейчас я буду делать начинку. Смотрите, по рецепту идет, да, 300 грамм творога. Я возьму 450, чтобы не оставалось, то есть на 150 грамм больше я возьму, посмотрю, как у меня получится, много или немного, вот, и потому что сверху еще будут выкладываться сливы. Надеюсь, нормально все получится. Я не хочу потом, чтобы он оставался, знаете, в пачке лежало, неизвестно, когда мы что-то и я еще буду делать, но сделать нужно будет, потому что он до 26, но чтобы не лежал, он там не заветривался, не портился, я возьму сразу 450 грамм. Беру одно яйцо, целое, и белок, нам понадобится только, сахар по вкусу, ну, 3-4 столовые ложки, и я еще добавлю ванильный сахар, чуть-чуть, для запаха, для аромата, все, и 2 столовые ложки сметаны, и все хорошенечко перебью блендером, добавляю 2 ложки муки, и все, опять перебиваю блендером, теперь берем 700 грамм слив, разрезаем их напополам, вынимаем косточку и режем на дольки, посыпаю сахаром, и отправляю в духовку, в разогретую, до 180 градусов, на 40 минут, но опять же, смотрите по своей духовке, моя духовка слабенькая, я буду ставить на 190 градусов, на 40 минут, но периодически буду приходить и смотреть по готовности, и пока у меня здесь все выпекается, я наведу порядок, так как я навела здесь в бардак, и поставлю камеру на зарядку, так как она у меня уже почти что разрядилась, так что вы не переключаетесь, так, я не выдержала, хочу попробовать коллаген сейчас, а не утром, так, 2 столовые ложки, все, разводим вместе с вами водой, ну, что-то вот так вот, мы попробуем, он действительно вообще безвкусный, просто как простая вода, интересно, я там хорошенечко растворила, все, и выпиваю, я не знаю, сколько долго его нужно пить, чтобы был виден результат, и столько витамин всяких я прочитала, посмотрим, как он будет действовать, какой результат, и будет ли он виден вообще, но говорят, что прям вообще без вкуса, без цвета, без запаха, так что все, я попробовала коллаген, и вот какой пирог у меня получается, аромат дома, бешеный, вы просто себе даже не можете представить, очень все пропеклось, я сделала дольше, чем было указано в рецепте, потому что за 40 минут он у меня еще не испекся, и я два раза увеличивала по 10 минут, то есть 40, час я его выпекала, выпекала, да, час, так что, так, поэтому я говорю всегда ориентируйтесь на свою духовку, потому что у меня она суперэкономная, и медленно почему-то она вот так вот выпекает, хотя градусы я поставила на 190 градусов больше, чем в рецепте, в рецепте стоит 180, и 40 минут я поставила же как всегда на 10 градусов больше, и выпекала целый час, так что так, теперь она стоит, остывает, и потом будем пробовать, мне уже, если честно, не терпится, просто красота получилась, вы только посмотрите на эту красоту, супчик у меня готов, плов готов, пирог, сливовый тоже, кто молодец, я молодец, так что все, еда есть, первое, второе, и десерт, так что так, мы вчера еще с Денисом купили питьевой йогурт, так что с холодным питьевым йогуртом будет и очень вкусно, все, у меня время уже собираться идти за Богданом, я стояла, готовилась мне весь день, и я практически не присела, только кофе я с утра попила, тогда я сидела, присела, потом я стирала, в ванне навела я тоже порядок, еще раз по чистому, потому что пылюка, знаете, там, раздеваемся, полотенца туда-сюда натрясываются постоянно, мне кажется, это бесконечная уборка и стирка, но постоянно, особенно, я говорю, летом, потому что окна открыты, воздух сухой, все быстренько летит, оседает, но как-то так, шторку тоже я с ванны постирала, я ее уже сразу повесила, я ее никуда не вывешиваю, не сушу, потому что она там прекрасно сама по себе высыхает, все, полотенчики я чистенькие постелила, поменяла, коврики я тоже все поменяла, постирала, и они все сушатся, я даже думаю, что они уже почти все высохли, все, на этом сегодня все, готовка у меня закончена, потом я, когда немножечко это все остынет, уберу в холодильник и помою плиту, чтобы завтра-завтра меня ничего не отвлекало от загорания в саду, я надеюсь, завтра не будет облачно, будет такое же ясное, красивое небо, как сегодня, все, вы не переключайтесь, оставайтесь с нами, я пошла за Богданом, все, забрала Богдана со школы, сидит, ест, всем привет, всем приятного всегда, с куриным супчиком, с куриным супчиком, ест, так что, так, Ксюша позвонила, тоже идет домой, ждем ее дома, все, и ждем нашего папы тоже уже с работы домой, еще два часика, и все будем дома, на улице очень хорошо, очень здорово, и очень классно, вот такой он в разрезе получается, и всем приятного аппетита, привет, как дела? привет, как у тебя? нормально, ну, как? вкусно? получилось, как будто, как чизкейк, с тем, что он из творога, и творог перебит в такую пастообразную консистенцию, очень, очень вкусно получилось, очень, и не нужно никакие загустители, стабилизаторы, ничего, очень вкусно, нежно и классно, но, правда, слива немножечко оказалась кисловата, можно тогда добавить побольше наверх сахара, либо, если вы любите покислее, то это будет в самый раз, я люблю послаще, я не люблю, но, так как у меня Ксюша с Богданом любят кисленькое, очень вкусно, да? да, все, ждем папу, я иду принимать банно-ванные процедуры, вы не переключайтесь, вернулся Денис с работы, он уже ужинает, ест плов, а я уже сходила, приняла банно-ванные процедуры, высушила волосы, но не выпрямила, и на этой вечерней ноте мы будем сегодня с вами прощаться, говорить всем пока-пока, всем спасибо, что были с нами, и увидимся с вами завтра, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok